Субтитры создавал DimaTorzok И они отвязали его И Бог показал, что есть вот этот столб жизненных обстоятельств, к которому привязаны некоторые люди То есть они бы и хотели бы уйти туда, за Господом, но они привязаны То есть эта веревка соединяется с какими-то определенными, на первый взгляд, нерешаемыми обстоятельствами И сейчас верой, то есть вот что Он сказал сделать Если вы это тот человек, и вы понимаете, что вы как привязаны к какому-то обстоятельствам жизненным И как будто как не можете отойти от этих обстоятельств То есть сейчас просто верой развязывайтесь То есть развязывайте верой Просто берите эту веревку и разрывайте ее, развязывайте Это апостольский дух, который дает Господь, чтобы выйти из этих обстоятельств И пойти и вести на себе Господа, то есть через врата в Иерусалим Развязывайтесь во имя Ишуа Амашеха и выходите на свободу Во имя Господа Иисуса Аминь Зачем развязываете осленка? Он надобен Господу Все, и обстоятельства заткнулись сразу Сон расскажу Был сон несколько дней назад Вот пророческий Сижу я в братском общении Ну то есть вот как у нас в комнате Только абсолютно незнакомые мне братья То есть служители Это были как пастора, служители какие-то Я не знаю ни одного лица Просто вот мы сидим человек семь, наверное, вот так вот Пасторский какой-то вот такой вот внутренний совет И один пастор встает Сон, повторяю, сон Встает и говорит Сейчас рыбку я принесу, покушаем А я как раз чувствую, хочется кушать И он приносит, ну вот заносит такую красивая такая рыбка Как вроде как копченая или соленая Вот уже приготовленная Такой довольный, говорит, смотрите какая И он так, ну как бы вот такой на столе Отрывает голову То есть начинает ее как бы чистить И он говорит, ух ты, тут все в икре И вот это, знаете, как селедки бывает икра тверденькая И он так отламывает и дает как бы всем И мне дает тоже вот кусок этой икры Я ее, ну как бы начинаю кушать Аж чувствую вот этот вот вкус Ну, икры во сне И вот как бы идет общение И он кладет эту рыбу И я как-то в нее так заглядываю А там черви Белые такие, кишат аж просто То есть, ну в самой рыбе Белые и какие-то красные маленькие Белые, большие Что аж стали на стол выпадать И я такой раз Перестал жевать Я говорю Ну, я спрашиваю Это нормально разве что черви в рыбе? Ну, что, наверное, нельзя кушать А он такой улыбается Говорит, ну раз черви кушают Значит хорошая рыба Ну, то есть Нормально Ну, то есть То есть он даже такой как бы Шутку эту обратил И я просыпаюсь в этот момент В этот момент И я проснулся Даже во рту Вот этот был вкус рыбы И такое пришло понимание сразу Что люди знают Что она червивая Это не какая-то Ты случайно съел И осознанно кушают Эту гнилую вот червивую рыбу И если ты хочешь быть Частью их общения Тебе придется кушать Иначе ты не сможешь Войти вот в этот вот Вот этот круг какой-то Вот внутренний там Я не знаю Епископский Или там вот элитный И как предупреждение Для нас Что Помните, когда идешь Притча, по-моему, 23 Идешь кушать какому-то вот Властелину там Ну, человеку со властью То говорит Не спеши Не прельщайся Как выглядит его Лакомство Ты можешь их изблевать потом То есть Что у нас будет выбор Если мы хотим быть частью Какой-то вот Не знаю Особо приближенные В какой-то круги Придется кушать Гнилье Вот эту гнилую пищу Потому что люди едят И осознанно Зная, что это такое Это не Человек не в заблуждении Он знает Понимает Что это гнилое То, что он Или же Ты не сможешь быть частью Этого круга То есть Вот такой вот Выбор Такой сон Для нас Видимо, впереди Будут встречи Будут Приглашения Какие-то Варианты И надо Действительно Где это Господь Потому что У Господа За столом Червивых не будет Рыбок Но на первый взгляд Она была Очень красивая Рыба Во-вторых Они были Очень счастливы Насчет этой пищи И зная Даже, что это плохо Принимали Это Нашли какое-то Оправдание Тому, что Вот черви кушают Значит Съедобное Во вторник На молитве Я услышал Такое в духе Вот такую вот Фразу Есть вещи Которые можно Продавить Только Помазанным Пением Из уха Вот Дословно Есть вещи Которые Можно Продавить Только Только То есть Не молитвой Не какими-то там Действиями Не Ну Как вот я верю Не в этим Но Есть что-то Что можно победить Или преодолеть Только Посредством Хвалы Из духа Хвалы Из духа И потом Вот через эту фразу Как ключевую Пошли Откровения О звуке Что-то Звук Да Звук Если так Подумать Мы Очень мало Внимания Обращаем На звуки Которые Мы Тем не менее Наша жизнь Вся наполнена Звуками Всю Вот От момента Рождения Очень громкие Звуки И до того Небеса Наполнены Звуком Духовный мир Там нету Тишины Там Все время Звук Все время То есть Есть звуки В звуки Оказывается Огромная Власть Заложена Посмотрите Разные звуки Они могут Нас Придать нам Мира Покоя Вот какие-то А какие-то Лишить Покоя И привести В ярость Помните Вот это Соседи Приходят Им слышится Стук Копыт Лишает Уф То есть Какие-то Звуки Просто могут Тебя Вывести Сделать Из тебя Зверя Звуки Звуки Представляешь Взлость Ярость А какие-то Наоборот Расслабить Какие-то Звуки Могут Заставить Плакать Какие-то Наоборот Улыбнуться И порадоваться То есть Наша жизнь Вся наполнена Звуками Вся Она Проходит Вокруг У нас Мы по звуку То есть В знакомой Атмосфере Звуков Нам хорошо Звуки Которые Мы не знаем Пугают Заметили Вот когда Ты заходишь В дом Там Холодильник Чуть-чуть Работает Ну нормально Я же не переживаю За это Где-то там В унитазе Что-то там Вручить То есть Но если Ты заходишь В дом И слышишь Незнакомый звук Сразу паника Что-то не так Что-то Где-то Заходишь Там Такой звук Где-то Каратит Что-то То есть Это ненормально То есть Звук Может лишить Мира Вообще Звук Никто Ничего Тебе Не сделал Ты даже Не знаешь Источник Этого звука Говорят Что есть Такая пытка Капелька Воды Капает Кап Кап Звуком Человека С ума Сводят Это пытка Не на голову Ему Просто он Слышит Эту каплю Сутками С утра До вечера И она Начинает Человека Просто Выворачивать Наизнан То есть Вы видите Какая Огромная Власть Находится В звуке Звуки Более того Все сотворено Словом А слово Во первых Это звук Бог же не Ну как рыба То есть Он произносил Звук И сказал Бог То есть Перефразируя Да Со звука Все началось Когда Бог Произнес Вот почему Логос Это написанное Слово Тихое Тихое Слово То есть Мы его читаем Но оно не звучит А рема Это слово Произнесенное Почему рема Меч Меч Это не логос Не то что мы Исповедуем Меч Это произнесенное Слово Божье Сейчас Итак Звуки Оказывают Активное И многостороннее Влияние На нашу жизнь Как ни крути В звуке Заключена Огромная Власть И Вот По духовной Войне Есть орудия Которые Активируются Только Через музыку Почему Столько В Библии Пения Книга Псалтырь Самая большая Это все Песни Везде Израиль Певческая Нация Они все время Поют И произнесла Там Мариам Песня Потом Моисей Победна Потом Ты произнесешь Победную Песню Царя Вавилонского И так далее И тому подобное Это очень много Хвалы В Библии Полно Везде И Елисей Говорит Позовите Мне Гуслиста Окей Уговорили Позовите Гуслиста И когда Начал Гуслист Играть На него Рука Божья Дух Святой Зашел И он Начал Почему Это было Нужно Потому что Пророк Понимал Есть что Что Активируется Только Через Звук Помазанный Звук Не Абы Что Конечно Не Шум Такой Беспорядочный Дальше У всего Есть Свой Звук Мы Способны Узнать По звуку Что Это Ну Вообще Допустим Если сейчас Включить Звук Вертолета Где тот Вертолет Его нет А мы Уже Его Мы знаем Что Это Или там Ну то есть Звуки Какие-то Водичку Течет Мы же Сразу Узнаем Этот звук Кто Там Работает Болгарка Вы что Знаете Как Звучит Там Или Дрель Мы же Не будем Ой Что Это За Звук Мы знаем Мы Идентифицируем Звук Привязывая К тому Что Этот Звук Издает Мотоцикл Ничем Не Испутаешь Машину Поезд То есть Все Имеет Свой Звук Какие-то Даже В телефоне Есть Уже Эти Ну Как Они Зас Не Мелодия Просто Нажатие На клавишу Ты Уже Узнаешь Свой Звук То есть И понимаешь Что за Телефон Издает Этот Звук Помните У Ноки Мелодия Такая Была Все Ее Знают Ноки Все Потому что Это ее Звук Более того Даже Опытные Вот Эти Кто Занимается Машинами Они По звуку Еще И Марку Машины Могут Определить Что за Двигатель Едет Итак У всего Есть Свой Звук В звуке Находится Идентификация Того Что Этот Звук Издала То есть Мы По звуку Идентифицируем По голосу Мы Другого Узнаем Человек Пришел За дверью Мы Не Видим Кто Там Но По голосу Мы Знаем Это Сережа Я Не спутаю Этот Голос Или Это Олег Зашел Кто Я подхожу Дети Кто Там Я говорю Это Я Кто Я Но Они Знают Голос Идентификация У них В голове Образ Папы И они Открывают Дверь Итак У всего Есть Свой Звук В звуке Находится Идентификация Звук Способен Активировать Определенные Процессы Духовный Звук То есть Есть Что-то Что в Духе Активируется Только Через Звук Вот Допустим Имя Ангела Он Спросил Как тебе Имя И что Ангел Ответил Оно Чудно Что это За чудно Это Значит Не как Мы говорим Олег Сережа Это Что-то Что Ты Не можешь Произнести Это Надо Спеть Или Как-то Высвободить То есть Есть Я Верю Что Имена Ангелов Мы Можем Называть Только Под Помазанием То есть Мы не можем Это просто Запомнить И говорить Всякий раз Когда Хотим То есть В сходе Помазания Мы Издаем Определенный Звук Это Вполне Может быть Имя Или Открытые Двери Для Какого-то Ангела Действовать И Человек Сам Симитировать Не Способен То есть Если бы Вот мы Звали Нас Вот Не Так Вячеслав Вячеслав Юху Представляешь Вот так Обращаться К друг Друг Именно Так Не Вячеслав Юху А Именно Мы Сказали Ух Чудное У тебя Имя Да Он Подлетал Или Какое-то Что-то Такое И ты Думаешь Что за Имя Оно Чудное И Ангел Не Смог Ему Назвать Это Имя Потому Что Оно Не В Мозге Не Поместится Как Его Воспроизвести Это Имя То Есть Вот Что-то Звук Это Ключ Вот Откровение Звук Это Ключ Ключ Звук Что там Звук Я Издаю Звуки Во сне Иногда И мы Можем Понять Что Кто-то Не Контролирует Себя Во сне По Звукам Определенным Ладно Не будем В эту Тему Углубляться В эту Сторон А то Можешь Накопать Звуков Поэтому Звук Это Ключ Ключ Который Способен Активировать Определенные Духовные Процессы Теперь Вот мы Сейчас Пели Я Голос Я Голос О свете Свет Как вот Воронаш Рассказал Это Быстро Летящий Звук То есть Это Доказано Физическими Законами Что Свет Это Быстро Летящий Звук Это Звук Который Движется Очень Быстро Он Превращается В Свет Поэтому Бог Сказал Что Он же Не Свет Выдох Но Он Сказал Слово Звук Издал Определенный И Это Звук Был Светом Дальше Любой Звук То есть А свет Это Что В переводе Севрита Знание Знание Ведение То есть Любой Звук Дает Нам Знание Определенное Когда Я Что То Слышу Я Знаю Что Где Происходит Вот Когда Мы Жили В первой Нашей Квартире И Когда Поженились Слышимость Была Такая Колоссальная В этом Многоэтажном Доме Что Ты Знал У кого Какие Проблемы В семье На Какую Почву Кого Как Зовут Потому Что Все Что Люди Обсуждали Было Слышно Все Вот Эти Ссоры Все Что За Кулисе И По Звуку Мы Уже Понимали Что Где Происходит То есть Несет Себе Информацию Любой Звук Несет Себе Информацию Своего Источника И Свет И Тьма И Свет И Тьма И Свет И Тьма Это Пути По Которым Движется Духовный Мир Ангелы Демоны Почему Вот Говорит Сказал Господь Провозвестниц Великое Множество Помните Господь Сказал Кто Не Будет Пророчествовать Почему Так Важно Это Потому Что Смотрите Господь Может Говорить С людьми Господь Может Прийти И Как Гром С нами Проговорить Но Дьявол Этого Делать Не Может У Ангелов Нет Творческой Силы В Устах Нам Бог Дал Власть В Устах Что Ты говоришь Что будет Происходить Как у него Творческая Сила Поэтому Сатане Нужны Уста Бесы Ищут Голос Человеческий Голос Который Который Озвучивал Их То есть Мы Люди Как Ретрансляторы Духовного Мира На земле То есть Мы Озвучиваем Люди Мы Озвучиваем То Что Происходит В духе Когда-то У меня Было Такое Давно В самом Начале Бог Мне сказал Что Дух Сквернословия Один из Самых Головенствующих Сильнейших Духов Который Есть Который Контролирует Большинство Тех Что Вы Считаете Самые Великие Я Думаю Что За Сквернословия Такая Фигня Мелочь Мало Ли Что Я Сказал А Оказывается Кто Уста Контролирует Тот Рулит Всей Жизнью То есть Мы Говорим Потом Это Происходит Потом Делаем Почему Враг Всегда Выводит Нас На то Чтобы Мы Говорили Молчаные Ты Не можешь Молчать Молчать Пошел Утопился Мы Начинаем Говорить Начинаем Высвобождать Нам Подходят Эти Уши Которые Провоцируют Нас Это Говорить То есть Ты должен Это Высвободить Врагу Нужен Голос И Господь Тоже Вы видите Ему Нужен Тот Кто Будет Пророчествовать На Земле То есть Он Дал Нам Эту Власть Посредством Слова Управлять Землей Не Только Своей Жизнью И Вот Как Как ангелу двигаться Нужен Звук Который Не мы Будем Его Восвобождать Мы Им Станем Смотрите Когда Ты получаешь Определенный Звук Своей Жизни Этот Звук Несет В себе Природу И Идентификацию Или Реальность Того Кто Вложил Этот Звук В тебя Источник Звука Источник Звука Почему Люди Любят Вот Допустим Я сейчас Вспомнил этого Виктора Цоя У него Вот Сейчас Годовщина Как он Погиб Было На днях Это Моего Фотографии Везде Но Прошло Извините Это Восемьдесят Какое Это Какое Нам Году Восемьдесят Девять 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 Люди Его Слушают Потому Что В этом Музыке Есть Атмосфера Которую Несет Она Атмосфера Почему Вот Это Много Всякой Фигни Которую Никто Не Слушает А Есть Атмосфера Реальность Духовная Реальность И он Был Голосом Определенно Для Своего Поколения И Эти Вроде Там Трубадоры Кто Вроде Что Там Музыкантишки Извините Они Задавали Ритм Движение То есть Масса Вот Эти Почему Да Их Там Не Слушали Старички И Кто Там Министры Но Вся Молодежь Которая Росла На этих Она Сейчас Приходит К власти Извините Сформированная Вот Этой Культурой Это Не Шуточки Что Мы Слушаем Чему Мы Вторим Звук Несет Себе Природу Идентификацию Того Кто Вложил Этот Звук Источник В музыке В пении Часто Высвобождаются Ангелы Мы Сами Того Не Осознавая Произносим Их Имена То есть Самые Чудные Вот Когда Там Бывают Лики Вау Что Это Такое Шоу Что Там Шоу Кто Шоу Куда А Этот Ангел Который Получил Через Этот Звук Доступ В Нашу Физическую Реальность И Делает Для Чего Он Прик В Солом 67 Вот Такое Место Когда Вот Об Этому Думал Сразу Пришло 67 Солом Значит, читаем с 33-го. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах от века. Вот Он дает глазу Своему, глаз силы. Вот Он дает голосу Своему, голос силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Божий, во святилище Твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему, благословен Бог. Он дает голосу, мы Его голос. И этот голос может быть такой, еле слышимый. Знаете, когда вот голос начальника, вот подчиненные сидят, дурака валяются, слышат, в коридоре заходит. И что-то кому-то там доносится, знакомый тембр, сразу глаз силы. Начальник не ходит так, Юрий, не соизволите поработать. Что-то вот вы сидите, курите, да, весь день, ну хоть что-то сделайте. Не-не-не, начальника другой голос. Он дает глаз, глаз силы. Это тот голос, который мы, мы ретранслятор Бога на земле. Пророк, ретранслятор Бога. Пророк это его динамик, его голос на земле. И он сказал, кто же ты? И он говорит, я глаз вопиющего пустыни. Я голос Его на этой земле. Дальше еще интереснее. Исайя 30 глава. Очень люблю это место. Исайя 30. Почему, да, в живой церкви много странных звуков? Вот там, где религия, там все так вычесано, все прям вылезано. Никто там не крякнет, не пискнет мимо. Все по нотам, из года в год. А там, где Святой Дух, там дышит, где хочет, как хочет. То какие-то звуки, то кто-то свистит, кто-то там танцует. Кто-то, я это, в тренажерном зале, не один там этот говорит, ну сказал, парень занимается, мы знакомы. Он в раздевалке, я захожу в раздевалку, так, вот так захожу, неосознанно. Он такой, говорит, ты как ветер, говорит. Руах, я про себя буду. Ты как ветер заходишь. То есть, там, где жизнь, там все время будет звук какой-то, да, вот. Где вот сидишь там в этой, в сырой камере, там вот звуков почти нет. А выходишь на улицу, там, в парк, в лес, сколько там всяких звуков, сверчки, птички, там, самолеты, отдыхающие, грибы, даже издают звуки. Дальше, Исайя 30, с 27-го. Вот, имя Господа идет издали. Имя идет. Горит гнев его, и пламя сильно, уста его исполнено негодование, и язык его, как огонь поедающий. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющих заблуждению. А у вас, смотрите, Господь, уста, язык, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израиля. И возгремит Господь, видите, как все связано, у вас будут песни, и возгремит Господь величественным глазом своим. Это будет звук, так звук. Бывает, молния шарахнет, аж страшно. Я думаю, что я вот это на мотоцикл сейчас поставил, новый этот, выхлоп, орет так, что, орет так, что слышно, мне этот знакомый, он там на радиорынке, у него гараж, и я ехал к нему покататься. Он говорит, я тебя слышал, как ты с дома еще выехал. Ну, шутит немножко, но слышно, смотрите, вот это, глаз с силой. И возгремит Господь величественным глазом своим. И я ведь тяготеющую мышцу свою в сильном гневе, в пламени, поедающего огня и в буре, в наводнении и в каменном граде. Вот это все идет, сопровождается хорошим звуком всегда. Никогда это не происходит в тишине. И вот, ибо от глаза Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, которое поражает его, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, то есть под музыку. И он пойдет против него войной опустошительной. Ну, и так далее. Вау, как сильно. То есть духовная брань, она так связана. Почему, я думаю, у нас вот в духовной войне всегда много музыки, вот Господь, ночные, помните, это все время течет, хвала, звуки какие-то, ну, то есть это не было так вот, а сейчас мы будем молиться. А, Господи, помолимся, да? То есть оно течет, переливается. И через это очень часто продавливаются в духовном мире вещи, которые мы даже не понимали. То есть через хвалу, через помазанное пение из духа. Поэтому надо не пренебрегать. Павел говорит, буду петь духом и буду петь умом. Петь, петь. Апостолы пели, избитые прямо в темнице. Что-то в этом есть. Они же не от радости пели, не от того, что, как он моего, что-то настроения нет. Это мощь. Дух Святой дал им это, открыть все темницы. Знаешь, хвала – это ключ. Открыло. Люцифер, Херувим, из Икиля, описано, что, когда его исследуют, что он весь был унизан музыкальными инструментами. Каждое его движение издавало звук, издавало музыку. Каждое движение вот этого помазанного Херувима до его падения. Было на полу. Это не были просто… Так, Архангел, Люцифер, явитесь к Ютхай, Бабхай, пожалуйста. Да, сию минуту. Нет, вы знаете, как это все на небе красиво? Вот хороший в плане звуков «Тайна третьей планеты» мультфильм. Помните? Громозека. Вот там они хороших таких, понятно, придумали. Вот смотришь и понимаешь, сколько еще звуков. Бу-бу-бу-бу-бу. Когда Громозека там летал, так без звуки вставал. Звуки там были интересные. Иософак, да, поющие, играющие идут впереди воинов. И через это ангелы покосили там всех врагов. Или один даже ангел там, по-моему. То есть через… Вот это все об одном. Это таких мест масса, масса в Библии. И вот Псалом 28 еще не могу не прочесть. Видео он, когда в трубу, они забыли тоже. Вот, да. Псалом 28. То есть и ангел там вышел и вдавил в землю стену. Мы его пели, Псалом. «Воздайте Господу, Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел». Ой, у вас сильно громко. Это вы еще не слышали. Мы еще только разогреваемся громко. Вам громко. Бер уши вставляйте в уши, если громко. Да. Бог славы возгремел. А шо он, они говорят, а шо у вас Бог глухой, он шо не слышит, шо ворюте? Да, а он шо глухой, шо он возгремел? Это ж не от того, что он не слышит. Господь над водами многими. Глаз Господа силен. Глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать потом на тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Опять же, да? Глаз Господа высекает пламень огня. Вот он, звук, который зажигает. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кедес. Глаз Господа освобождает от бремени лани и обнажает леса. И все в храме его возвещает о его славе. И опять же, Господь даст силу народу своему и так далее. То есть, я думаю, здесь все понятно. Дух Святой ведет. Это не просто звуки, это не просто крики, это не просто шум. В этом это ключи, которые работают. Не всякий, конечно, шум помазанный Господом. Есть и много человеческого шума. Но тем не менее. Что же делает грех? Грех лишает нас его звука. Грех искажает его звук в нас. Грех глушит его звук, его голос. То есть, грех, вообще проблема греха, смотрите, как. Вот я так увидел. То есть, Ишуа заплатил за наши грехи, чтобы мы не умерли. Но если я живу во грехе, вот смотрите, допустим, что-то болит. Вот, болит где-то. Ну, вот стало болеть. Голова там, я не знаю. И ты начинаешь бояться, что-то там плохое. Что-то надо проверить. И вот ты идешь, и тебе говорят, ну, рак у тебя в мозгу. Все, ты умрешь. То есть, вот это грех без искупления. Или же тебе говорят, да не, все нормально, но ты будешь жить с этой болью всю жизнь. То есть, ты не умрешь от нее, но ты будешь ее терпеть. То есть, вроде как легче с одной стороны, что я вроде, это не смертельно, но жить постоянно вот под этим гнетом, это тоже глупо. Поэтому грех лишает нас его звука, глушит его, искажает. Вот что делает грех. А святость, наоборот, делает громче его глаз, делает громче его звук. То есть, мы как звук. Почему Павел и Сила зашли в город, весь город пришел в движение. Да, физически не было звука. Но в духе громыхнуло так, полыхнуло, да, голос Господа, что там все были в курсе, кто пришел. И они стали кричать, эти всесветные возмутители явились сюда. То есть, человек, который является голосом Господа, он может молчать. И при этом в духе там такая революция будет происходить. Это ключ. То есть, мы его голос, мы его звук. Этот звук может меняться, трансформироваться, преображаться в Америке, как мы познаем Бога. И становиться, то есть, все более конкретным. Жезл, представьте, направляется под тимпаны и цитры. То есть, когда, как сказать, здесь, вот один брат сказал, кто же это сказал, я не помню. Говорит, увидел, что, говорит, ты с гитарой, ты что ли говорил? Другой. Говорит, с гитарой, говорит, на служении. Говорит, играешь, а оно как пулемет стреляет. А снаряды с неба, вот эта лента тянется туда, как бы. Знаете, как бы с пулемета, вот эти, подаются оттуда вот эти патроны. Я говорю, я это знаю. Я знаю это так. Я очень часто вижу вместо гитары какой-то вот автомат, пулемет, пушку, которая стреляет. То есть, звук это оружие. То есть, и когда это помазано, это не только издает звук в масштабах комнаты. Это идет в духовное измерение. И, то есть, здесь звучат там барабаны, звучат гитары, звучат голоса. А вдруг и стреляют орудия, воинствования, которые не плотские. И где-то что-то, кто-то падает, что-то рушится, что-то продавливается. То есть, ну это вот то, что вот я услышал, что есть вещи, которые можно продавить только помазанным пением из духа. Поэтому, просто вот, если оно течет, пусть течет. Ну, ум без плода, ну, значит, так надо. Не всякое, ну, он говорит, чудно мое имя. Умом ты это не сможешь произнести. Помните, он говорит, я был, говорит, восхищен от третьего неба, и там слышал, говорит, такое, что не передать. Да невозможно, да, то есть, это только вот можно прочувствовать, пережить и самому услышать. И, опять же, ну расскажи что-то. Я не знаю, как раз. То есть, потерять дар речи. Ну, вот так, аминь. Поэтому, я верю, что есть много пророческого, апостольского, в плане хвалы, почему Давид, да, он не считал, да, сейчас, служение прославления, это что-то там, вот пастор, да, это все, ну, можешь проповедить. Нет, Давид, он прежде всего, вот он, кто был. И он высвобождал эти вещи, и там, извините, то, что он там пел, уши в трубочку скручиваются иногда от его текстов давидовских. И в церкви не берут все тексты Давида, берут такие, Господь пастырь мой такой, поприличней. А некоторые псалмы, извините, он там выдавал такие текста, что эти рэперы наши там отдыхают в сторонке со своими жесткими, актуальными речами. Интересно, вообще на иврите оно было в ритму, или как оно было? Скорее всего, что в ритму. Это надо узнавать, кто. Рассказали, рассказали знающие люди, проверить не могу, не знаю. Но они говорят, что если читаешь псалмы на иврите, их нельзя читать как стих, ты начинаешь непроизвольно напевать. То есть настолько построена вот рифма, что ты начинаешь напевать вот их, читая, как бы в распевку читая вот эти стихи. Поэтому я думаю, там, ну видишь, мышь, записи не сохранилось особо. Понятно, что там никакой рок они не играли. Играли, наверное, более какие-то для того времени. Но дело-то не в ритме, не в стиле музыки. Ну, инструменты для каждого поколения. Музыка, возможно, была воинственная. Но Давид изобретал инструменты. Вот это сильно придумывал. Еще, вот знаешь, когда начинаешь повышать голос где-то в разговоре с кем-то, споря, ты берешь власть, уже от голоса, да? Так вот, почему? А я сказал вот так. Ну, часто разборки же так и кончаются. Да, они вот именно с, ну, голос. Ты меня на голос не бери. Я еще такое слышу, что каждый голос такой помазанный в мире, он как божественный, так и демонист. Он призывается брать свою жатву. Я просто ты зацелил, упомянул. Я смотрел последний фильм документальный. И вот, когда он умер, там каких-то его друзей показывали, которые в последнее время там общались на какой-то пиночет, там, я не знаю. И, в общем, когда он вот это разбился, по Союзу 46 подростков покончили самоубийством. Жизнь. Жизнь, да? Да, что как дух, этот геменический, как идол. И вот он посеял вот так вот это вот. У меня друг был, который все его песни играл на гитаре и подражал его голосу. Вот он поет, ну, тик торцой, понимаешь? Он до такой силы вблился в это, так он и погиб, разбился на лошади. Вот этот парень. Подражатель. Ну, он слышал, он подражал реально так, что вот именно все, он интонацию, голос, поведение, все вот именно, он был фанат. Ну, это он, может, не хотел, а это именно умышленно, то есть, по собой, там, свинничать. Ну, я имею в виду, что, знаешь, что взять, вот, допустим, в американском футболе, в американском футболе и в хоккее тоже, я это слышал, ну, там, в лигах. То есть, когда вот эти полные стадионы, и очень часто и Сидиси включают, очень часто. И именно, когда они начнут, ну, какое-то там самое известное их вот это вот вступление, и весь стадион начинает, как бы, это как, ну, то есть, они входят в резонанс вот с этой музыкой. У них несколько песен такие, то есть, видно, что людям это нравится. Они начинают как-то там, ну, подпевать голосами под гитару. Кличко же выходил под колокола Ада. Песня колокола Ада. То есть, получил в ухо. Он там все под нее выходили. Он выходил, выходил, а потом все-таки получил. Когда она накопилась, они помогли, когда Саада. Это кто-то посильнее там было. Так его же какой-то кто, Джошуа там, да? Джошуа, Иисус. Джошуа победил колокола Ада. Он не давал время покаяться. Слушай, еще вот я Роме рассказывал, как бы, я увидел на последнем служении, я увидел, знаете, что вот, когда, когда я активно в хвале участвую, я вижу сзади себя ангела. Ну, понимаешь? А когда я как-то загружен чем-то, я понимаю, что он есть, ну, как бы, знаю, что он есть, но я его не чувствую. Я его не вижу. А когда активно начинаешь, ты начинаешь, ну, видимо, проявление начинается. Синхронизируешься, да? А ты просто входишь туда. Он, знаешь, что, своего рода как ты, как-то, ну, ты просто начинаешь видеть его, ты входишь в ту сферу, где его видно. В хвала как вообще важно. Я, по-моему, у меня просто такое откровение получил, что почему они впереди и шли, даже левиты, вот в Израиле, почему и шли, и шли именно левиты. Они как-то приносили это. Если человек синхронизируется с левитами, он так же само заходит туда, где они находятся. Интересно, что вот это вот возрождение вот этого всего, скинь и Давида, это же вот этот звук. У меня тоже сегодня прям ярко, не знаю, такой день, ну, счастливый. Я сегодня проснулся, знаешь, как, ну, это, не знаю, такое, нечасто бывает, я сплю, и прямо перед пробуждением, такой, знаешь, как, вот, сон полный света и Библия. Сон, Библия, когда-то в бесе снялся, а тут Библия. И маленький псалом, это вроде 116, ну, там не так, а и голос, я слышал, что он, как бы, все растущее, почему-то Бог сказал, все растущее славит, ну, славит. А потом я так, как он обморился, размышлял, он, как бы, вот, ну, вот, просто, ну, то есть тот, кто духовно растет, это неизбежно, вот, это хвала. Человек, он да, он, если он растет в познании Бога, он, это будет, как, ну, течь с человека, вот, так, вот, так, вот, сейчас, поэтому, то, что ты за ангела говорил, я, что, вау, вау, ну, как бы, оно все одно к одному. Я просто прорастущее, даже, недавно зашел, в короче, в сарай там, эти шреддики, они, что-то были из таких, что-то, вау, 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 Объемный такой, он не просто как бы там, а чувствуется прям плотность такая, ну, какой-то по низам, знаешь? Один дядечка, я с ним, пересекался по некоторым вопросам, был у него дома, и он говорит, собаки такие, гавкают сумасшедшего соседей. Просто гавкают и гавкают, постоянно. И он, говорит, нашел, где-то взял травматический пистолет, приобрел. И говорит, ну, и когда там не было соседей, пару раз стрельнул по собакам. И говорит, сейчас гавкают, я выхожу вот так, делаю, их нету. То есть вот это вот передергивание, все, собак нету, сидят, попрятались и сидят тихо. А то, что само от слов своих оправдаешься, от слов осудишься. Что овцы знают мой голос, не там ни духа, а вот голос. За чужим не из духа. Потому что из духа, да?